Всем привет, уважаемые друзья! Сегодня я хочу рассказать еще подобрал интересные вопросы, ответы, небольшие статейки и замедоносы. Я думаю, что вам интересна моя, так сказать, подобранная информация, которая была напечатана в журналах прошедших лет. Это журнал «Пчеловодство» 1962 года. Сейчас я вам прочитаю статейку, весьма интересную, оригинальную статейку, которую, может быть, и вам в жизни придется такое делать. Называется «Статья «Рой снят ночью». Ребята обнаружили рой, расположившийся на ночь на Акации. Рой привился вдоль сука. Когда я подъехал к Акации, было около 12 часов ночи. Мне захотелось взять рой ночью. Подогнав повозку под дерево, это было длительное время назад, повозка, это тогда не машина была, а на коне, по-видимому, я стал очень осторожно пилить сук, на котором расположился рой, ручной пилкой. Когда пчелы начинали тревожиться, я прекращал пилить и ждал, пока не успокоится. Сук с роем я отнес домой за 2,5 километра. Пчелы сидели очень тихо, и ни одна из них не упала по дороге. Сук с пчелами я поставил возле улья, который рано утром пересадил рой. На месте снятия роя утром пчел не было. За все это время ни одна пчела меня не ужарила. Несмотря на то, что я работал без дымаря, сетки и рукавиц. Рой прекрасно развился, и в зиму пошла сильная семья. Это молдавская СССР, друзья, была в то время. Итак, обратите внимание, это весьма интересно, если вам придется или времени будет, когда заниматься, и вы ночью что-то заметите, действуйте, снимайте, и у вас будет, так сказать, прибавка. Еще интересная статейка, небольшая тоже, называется статейка «Пчелы и власти». В Гватемале, Центральной Америки, одним из многочисленных праздников президента никогда был Хорхе Убино. Власть его держалась на пытках и казнях. Рассказывает, что однажды во время поездки по стране его ужалила пчела. Рассверепивший диктатор запретил ставить улья ближе, чем к километре от дорог, и сдал соответствующий закон. Это произошло 30 лет назад. Однако, закон о пчелах не отменен в Гватемале до сих пор. И продолжение в этой статье. В США, в городе Детройте, как известно, расположены автомобильные заводы Форда. Патогонная система труда вызывает частые забастовки. Это было тогда, почти 60 лет назад. Во время одной из таких забастовок, безоруженные рабочие, защищаясь от нападавших полицейских, использовали стеклянные бомбы, начиненные живыми пчелами. Эффект был потрясающим. Ну, естественно, это не дым, но пчелы, но они дают прекрасный эффект. Если ужалит одна пчела, то человек бежит подальше, чтобы его не ужалила вторая. Если десяток, то это будет вообще прекрасный эффект. Вот такая вот информация была мною подобрана. Есть еще, так сказать, вопросы и ответы. Весьма тоже интересные для нашего, так сказать, возраста. Читаем. Вопрос. Чем отличается яйцо, отложенное маткой для вывода трутня, от яйца, отложенного для вывода рабочей пчелы? Ответ. В яйцевых трубочках матки все яйца развиваются одинаково и имеют одинаковое строение. Какая оса прозовьется из яйца, женская или мужская, определяется в момент прохождения его через яйцеводы. То есть, независимо яйца, какие все одинаковые. При откладке яйца в пчелиную ячейку на него из семя приемника попадает капелька жидкости со сперматозоидами. В ближайшие часы сперматозоиды проникают внутрь яйца. Один из них сливается с ядром яйцеклетки, а остальные растворяются в протоплазме. Этот процесс называется оплодотворением. Из оплодотворенного яйца всегда развивается женская особь, пчела. Если яйцо положено в пчелиную ячейку. И матка, если положено яйцо в маточную мисочку. При откладке яйца в трутневую, более широкую ячейку, сперма из семя приемника не выделяется. И яйцо остается неоплодотворенным. У высших животных неоплодотворенные яйца не способны к развитию. У пчел же из них развиваются трутни. Матка, особенно старая, может отложить неоплодотворенное яйцо и в пчелиную ячейку. Обратите внимание на слово «особенно». То есть, может и старая, и молодая, которая плохо облодотворилась. Если таких яиц оказывается много, то получается решетчатый расплод, характерный для семей со старыми матками. Я добавляю, что и молодые, если плохо оплодотворились. Этот расплод называют еще горбатым. За выпуклые крышечки ячеек, в которых находятся недоразвитые трутни. Наоборот, молодые матки, у которых выделение сперматозоидов на яйца происходит четко, бесошибочно дают сплошной засев. Именно те, которые хорошо оплодотворились в самый лучший период. Ну, бывает, если осень или непогода, и молодая может давать такой горбатый расплод. Такую матку, если есть возможность, нужно заменить. Вопрос. В каких нормах применяется подкормка пчел цельным молоком для увеличения количества расплода и не принесет ли вреда сахарно-молочный корм, оставленный в зиму? Это имеется в виду. И если в семье пчел, тут написано, для увеличения количества расплода. Если по весне, сейчас особо сильно практикую такое положение, зимой копчел без пыльцы, без перги. И такие семьи выходят с весны, и их нужно обязательно подкормить или специальным заменителем пыльцы, или пыльцой сушеной, или что есть под боком. И можно цельным молоком, вместе с сахарно-молочным кормом называться. Сейчас посмотрим, как это делается. Для подкормки пчелиных семей с целью увеличения количества расплода на 1 литр снятого свежего молока берут 1 кг сахара. Молоко подогревают до 60 градусов, но не до кипения. Всыпают и размешивают сахар. До полного растворения. Когда сироп остынет, до температуры парного молока его раздают в ульи. Подкормку дают ежедневно по 200-300 граммов, чтобы за ночь пчелы успели забрать весь корм. Надо следить, чтобы пчелы хорошо осушали кормушки. Их надо тщательно мыть перед употреблением. Опыты зимовки пчел на сахаре с примесью молока показали, что замена 20-30% воды снятым молоком дает положительные результаты. Небольшая примесь сахарно-молочного корма не причинит какого-либо вреда пчелам. А вот так что, друзья, хочу сказать, что тут правильно написано. Я попробовал такой метод, подкармливал. Но молоко имеет свойство скисать. Простое, натуральное молоко не то, что сейчас продают пастеризованное. Пастеризованное может стоять и не скисать длительное время. А вот простое, в то время не пастеризовали молоко. И оно скисает очень быстро. Поэтому, если они не съели за ночь, то утром надо мыть и ставить или смотреть, ставить или не ставить. Вопрос. В конце декабря, идя по следам куницы, я обнаружил в дупле большого дуба пчелиную семью на 7 сотах с 10 килограммами меда. При этом на среднем соте был расплод всех возрастов. Почему в семье появился расплод в такое необычное время? Это татарская ССР, на Урале, по-видимому. Друзья, в то время там она была. Итак, друзья, обратим внимание, это было в конце декабря, это перед Новым годом. Ответ. В декабре расплод может появиться в незде только в том случае, если семья чем-либо сильно потревожена. Обеспокоенные пчелы повышают температуру в середине клуба до 32-34 градуса тепла. И у матки возникает рефлекс кладки яиц. В случае, о котором вы сообщаете, пчел, возможно, беспокоила куница, которая делала многократные попытки добраться до их гнезда. Вопрос. Как и в какое время сезона лучше всего сменять маток? Ответ. Способы и сроки смены маток зависят от применяемого на пасеке метода ухода за пчелами, который, в свою очередь, зависит от типа взятка. При позднем взятке, когда целесообразно использовать весенние отводки, маток сменяют во время объединения семей. То есть, от весенней отводки соединяются с старыми семьями, которые после позднего взятка износились. Старую матку основной семьи отбирают, а молодую из отводка оставляют. При непродолжительном взятке, когда перерыв кладки яиц повышает продуктивность пчельных семей, маток отбирают перед началом медосбора, предоставляя пчелам возможность вывести себе молодых маток. То есть, поясню, перед взятком отбирают матку. Ну, желательно, как рекомендуют, хотя бы дней за 10 до взятка. Поясню, почему за 10. Потому что, исследуя многие источники, говорят, что в этот период семья как бы в нестабильном состоянии, она не способна приносить повышенный мед. Но когда семья уже заложила маточник в течение 10 дней, то она как бы успокаивается и начинает работать, потому что у них есть надежда, что в семье выведется матка. И так далее. Читаем. Гнезда рядовых семей подставляют в это время взрылые маточники от высокопродуктивных семей. Или же, как говорится, можно подставить маточник, уже подготовленный к этому времени, или оставить свищевые маточники. У кого какая возможность, кто как лучше подготовился. Запасных плодных маток из нуклеуса обычно подсаживают лишь в те семьи, у которых матка или погибла, например, весной, или своевременно не спарилась, которые по этой причине могут быстро ослабнуть. Вводить на пасеке замену всех маток плодными нецелесообразно, так как содержание большого числа нуклеусов потребует много средств и труда. То есть иметь сильно много плодных маток, это надо иметь определенное количество нуклеусов, чтобы заменить всех. И плюс еще, чем это выгодно, перед взятком заменяют маточниками. Пока молодая матка выйдет, пока она разгонится сеть, и тем более, когда идет взяток, а ей не сильно дают разогнаться сеть, то есть дают ей сокращать, и она медленно развивается, и таким образом семья принесет больше меда. Вот это важный результат, когда заменяются матки. Вопрос. Можно ли изредка в сильных холода протапливать печь в помещении, где зимуют пчелы? Вологодская область. Ответ. Протапливать печь можно, но с большой осторожностью, чтобы не причинить вреда пчелам. Нельзя резко повышать температуру в помещении. Если позволяют условия, то проще топить печь в соседней комнате и пропускать теплый воздух в помещении с пчелами через открытую дверь. Повышать температуру в помещении можно лишь в том случае, если она опускается ниже 2-3 градуса мороза, то есть повышенный мороз. И он создает более неблагоприятные условия. Повышать температуру можно до 3 градусов тепла. То есть в таком состоянии семьи не возбуждаются. Если на улице 20 градусов, и вы решили протопить в помещении 15, то до 3 градусов тепла термометр показал, и вы стараетесь убрать это, так сказать, больше не давайте тепла. Вопрос. Может ли улетевший рой через 3-4 дня вернуться обратно на свою пасеку? Ответ. Рой обычно возвращается в свои уля вскоре после выхода. То есть если он вышел, что-то не получилось, он может назад вернуться. Если же рой полетел, то это означает, что его пчелы-разведчицы подыскали соответствующее жилище, к которому он направился. Такие раи обычно на старое место не возвращаются. Однако иногда, очень редко, пчелы улетают, не имея подготовленного жилища, и летят на расстояние нескольких десятков километров. Вряд ли такие раи могут вернуться на пасеку. Ну и еще добавлю, к этому ответу, ответ не полный, как я считаю. Проверено опытом на практике, что раи, которые улетают, набирают меда. Проверено это учеными, что на 3-4 дня у них запас меда. Если рой улетел через 3-4 дня, он не может вернуться, потому что он уже обосновался и где-то тянет соты в ащину. Также если он даже не обосновался, он съел весь запас меда, и его, допустим, даже ждет верная смерть, поэтому он назад не возвращается. Вопрос. Селесообразно ли сделать потолок улья из одного сплошного листа толстой фанеры? Ответ. Сплошной потолок на весь просвет не сдаться ли сообразно сделать только в том случае, если пчелы содержатся в многокорпусном улье? Вопрос. Пчелы берут на берегу реки воду, где их уничтожают утки. Как предотвратить гибель пчел? Ответ. Надо постараться весной со дня первого облета пчел приучить их брать воду из поилки, а не из речки. Для этого еще до выставки установите поилку на солнце, в затище, и давайте пчелам, особенно первое время, теплую воду. Воду надо давать бесперебойно, так как не найдя ее в поилке, пчелы легко могут переключиться на реку. И еще хочу добавить, когда по весне вы выставляете воду и поилку, то желательно их приманить, распечатать рамочку с медом или с сиропом. То есть они начнут летать туда на сироп, и видя, что тут вода, они привыкают. Ну, что очень важно отмечено здесь, если вы пропускаете, в неделю подливали воду, на следующую перестали подливать, они переключились на другой взяток воды. То есть могут найти другое место и уже не вернуться на это место. Итак, вот такие вопросы и ответы, которые, так сказать, полезны для нашего возраста пчелиного, И еще оригинальные медоносцы Асербайджана. Небольшая статейка. Шелковая акация называется. Принадлежит к семейству бобовых. Это одно из красивейших растений, покрыто изящными нежно-розовыми цветками. Произрастает в Иране, Китае, Корее и Японии. Шелковая акация представляет собой небольшое стройное дерево высотой 8-12 и более метров, покрытое гладкой темно-серой корой с зонтикообразной кроной и ажурной листвой. Интересно отметить, что вечером с заходом солнца листья ее складываются, а с восходом раскрываются. Шелковая акация листопадная, светлолюбивая, теплолюбивая растение. Малотребовательна к почве, но предпочитает рыхлые, суглинистые, супесчаные почвы, обеспеченные влагой. Плоды созревают в октябре-ноябре, размножаются семенами. Цветет акация с 8-10 июня в продолжении 50-60 дней. Вот что важно цветение, почему я решил прочитать 50-60 дней. Цветки душистые, с длинными розовыми тычинками. Цветет обильно, распространяя по утрам тонкий аромат. Выделяет нектар неравномерно. В сухую и ветреную погоду взяток с нее слабый. Нектароносность шелковой акации сильно колеблется в течение суток. Рано утром до 7 часов она обычно бывает сильнее. Днем слабее, и к вечеру больше, чем днем. В Советском Союзе в диком виде встречается только в Ленкаранской природной области, Талыше. Поэтому ее еще называют Ленкаранской акацией. Эта редкая порода сохранилась здесь с третичного периода. В диких ленкаранских лесах, напоминающих джунгли, акация растет по склонам предгорей и ущельях, поднимаясь до 400 метров над уровнем моря. Чистых лесов она не образует. Встречается вместе с другими породами деревьев. Пчеловод Ефимов из города Ленкарани рассказал нам, что однажды часа в 4 в предутренние сумерки его разбудил рабочий гул пчел. Оказалось, что пчелы работали на шелковой акации около усадьбы. Шелковая акация дает светлоянтарный прозрачный мед приятного вкуса с запахом, присущий ее цветам. Это ценно декоративное медоносное дерево. Мы рекомендуем широко культировать в садах, парках, на улицах, в присадебных участках городов, а также вдоль дорог и лесных полосах Азербайджана. Вот такая вот информация, друзья. Если вы хотите, так сказать, интересуетесь и пытаетесь возле своей пасеки создать более благоприятные условия, то есть это она дает продолжающий взяток 50-60 дней. с 8 июня, и это приблизительно до 8 августа. Это поддерживающий взяток, неплохой и весьма полезное растение. До встречи! Подписывайтесь, ставьте лайки, жду ваших комментариев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!